Ну, когда мы с тобой познакомились, ты плакала. Их не хвалит меня. Поэтому я не знаю, как у них это вышло. Надеюсь, это все было искренне. Ты очень искренняя. Инна прямолинейная. Открытая. Ты говоришь то, что думаешь. Ты всегда говоришь то, что думаешь. Ты всегда говоришь то, что ты думаешь. Что человек не хочет услышать, но это все равно является правдой. Она тебе всегда скажет правду. И порой это бывает еще резко. Инна настоящий мечтатель. Думаю, именно поэтому ее так вдохновляет. Книга «Маленький принц». В Инне до сих пор где-то там сидит маленькая девочка. Очень мечтательная. Инна очень сильно хочет построить машину времени. И вернуться в прошлое. Просто такая мечта. Есть какие-то очень важные моменты в ее жизни. Любимая песня, которой связаны какие-то очень важные воспоминания. Она относится к этому как не просто песни, а к чему-то очень важному. Еще очень странный факт об Инне. Она обожает находиться часами в ванной. Она настолько чистоплотная, что может купаться пять раз в день в ванной. Если Инна говорит, что она идет в душ, это значит, что она уходит часа на два-три. Инна, как немногие люди, может задать очень интересные вопросы, которые даже сам удивишься, что, боже, такой вопрос. Может быть, он и действительно был нужен. Она ранняя пташка. Она постоянно просыпается очень-очень-очень рано и спит очень мало. Инна — это трудоколик. Она понимает тот факт, что невозможно в этом мире получить что-то без никаких усилий. Ты должен сюда идти и стараться отдаваться полностью чему-либо, что тебе нравится. Инна обожает свободу, поэтому периодически практикует хождение без нижнего белья по улице при свете дня. И под нижним бельем я подразумеваю именно трусы. Вернее, отсутствие их. И от тебя пахнет ванилию. Она всегда что-то может потерять, куда-то не туда заехать. Очень невнимательная и очень рассеянная. Она потеряла ноутбук в аэропорту Жулян и говорит, я тупая телка, забыла ноутбук, я сейчас в Вене, ну, похуеть. Ты единственный человек, которого я знаю, который любит и который реально готов ходить каждый день по 20 километров. Она или пойдет пешком тысячу километров, или же вызовет такси. Действительно, до последнего верят, что люди могут меняться. И я знаю, что есть количество людей определенное, которые не раз ее обманывала или как-то предавала, и она все равно продолжает общаться с этими людьми, потому что думает, что они могут измениться. И каждый раз дает им шанс. Безнадежно верят в то, что люди меняются. В этом мире существует очень много людей, которые готовы прийти к себе на помощь только потому, что ты реально благодарна. Потому что ты не пытаешься быть каким-то другим человеком, подстраивать себя под ту или иную компанию. Ты всегда остаешься собой. Если тебе хочется ездить и путешествовать с игрушками в чемоданах. У нее есть игрушка, которая постоянно путешествует и спит. Это лис. Если тебе хочется идти по улице и петь песни, ты идешь и поешь песни. И вот это вот всякое дурачество и прочее, на людях, не на людях, ее как бы вообще не беспокоит. Ты абсолютно комфортна в самой себе. Я абсолютно все равно на мнение окружающих, но если это не близкие люди. Инна обожает животных, особенно собак. Очень сильно любит животных. Она и вправду очень любит животных. У нас даже была когда-то история, когда мы сидели, пили кофе, подошла тетенька-бомж с собачкой, и Инна дала ей два царик. И ее мечта — это завести настоящего лиса. Инна никогда не ведет счет к деньгам. И она считает, что если с легкостью относиться к деньгам, то они будут приходить с большей легкостью. Если сильно переживать, то так же трудно будет получить. Каждое утро Инна начинается с кофе и Старбакс. Инна просто может существовать на разных жидкостях. В основном она постоянно пьет кофе литрами или колу, или газированную воду. И она это пьет в таких количествах, что, мне кажется, просто место желудки на что-либо другое у нее не остается. Инна очень интересный собеседник, ну, так как она очень умная. Но умная, знаете, не в плане того, сколько книг она прочитала, хотя книг она тоже прочитала достаточно. Инна обожает слушать музыку. Многие люди обожают слушать музыку. Мне кажется, Инна постоянно ее слушает. Инна — это не твоя обычная подруга. Ее просто так не встретишь на лавочке у друга. А еще она очень любит картошечку по-селянски из мака. Сырные соусы два или три сырных соуса. Камбучу, острые перцы, соленые огурцы. Чему-то кажется, что она постоянно кушает только в каких-то местах, но никогда не готовит самостоятельно. А еще тебе одно удовольствие фотографировать. Это просто, ну, она как станет. Ну, и все кадры удачные. Она ведущая в дружбе, мне кажется. Ты умеешь дружить. Это такой друг, вот с большой буквы друг. Ты всегда можешь подобрать нужные слова. Всегда интересно, которые вообще не только вот про себя постоянно рассказывает. Которые всегда расспросят, вот искренне интересуются. И ей будет действительно интересно услышать ответы на все вопросы. И которые всегда тебя выручат, спасет, поможет. Вот когда, например, тебе хочется часы заморские, а украинские карточки не работают за морями. Она сама тебе их купит, сама их тебе привезет, через сестру передаст. Любимая песня. Hello darkness, my old friend. И написан Солнце ненавистник. Hello darkness, my old friend. Мне кажется, я даже не знаю людей, которые настолько не любят теплую погоду. И однажды мы около недели, если не больше, ждали хорошую погоду и свободный день, чтобы пойти в парк. Мы минут 10 прошли, и потом Инна села на ступеньки около магазина и сказала, что мы никуда не пойдем, потому что ей жарко. Инна любит турецкие авиалинии, Turkish Airlines. Инна делает то, что она хочет, и не всегда учитывает мнение других. То есть, если она сказала, что мы никуда не пойдем, мы никуда не пойдем. И если я скажу, например, окей, я пойду одна, то, возможно, она обидится, что как это я пошла без нее. В ее комнате постоянно, как в морозильной камере. Я не знаю вообще, что не так с этим человеком. Длительно любит просто находиться в прохладе. Даже это не прохлада, это реально мороз. Она мне показала мир с различных его сторон. Подарила очень много возможностей познавать себя. И вдохновляет, очень сильно вдохновляет на что-либо. У Инны необычайный характер. Она очень непроста из-за переменчивости. Переменчива в настроении. Под нее нужно подстраиваться. Ей трудно извиняться. Пришел с двумя сэндвичами. Один большой, один маленький. И выгадайте, какой Инна выбрала? Конечно же, большой. Я не могу тебя назвать грустным человеком, потому что ты такой человек, с которым нужно быть рядом, которого нужно обнимать, которого нужно выслушивать. Очень искренне. Мне кажется, из-за этого многие люди могут... Играть. Не, я не знаю, как это. Она искренняя, это факт. Любимый стиль одежды — это бомжи-стайл. Любимый дизайнер — Йоджи Ямамото. Она обожает Йоджи Ямамото, потому что Инна обожает свободу. Инна ненавидит цветы, но если уж вы все-таки решили ей подарить какой-либо цветок, то это будет явно кактус. Долгое время Инна носила звание, которое нельзя сказать вслух. Инна пережила рак мозга, но это не точно. Ты любишь Барселону? Очень сильно любит Барселону. Не только потому, что это прекрасный город, а в большей степени потому, что с этим городом связаны самые сильные воспоминания для нее. Иногда может преувеличить или приукрасить какие-то ситуации. Инна считает, что Вена — это город для стариков, и она приедет туда обязательно умирать. Ты человек с непростым характером, который ему нужен свой подход. Ты сама знаешь, что ты специфическая, особенная. И если вы найдете этот подход, то вы узнаете ее намного лучше, чем вы можете увидеть в социальных сетях то, что она позволяет увидеть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!